Сегодня мы поговорим об истории и развитии компании ServiceSoft и зададим несколько вопросов генеральному директору нашей компании, Панарину Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Это было в начале 2000-х годов. Мы были молодые, веселые, задорные. Нам было по 22-23 года. Упускники Тульского госуниверситета. И занимались всем подряд. Что нравилось, тем и занимались. С одним товарищем мы делали интернет-сайты. В то время это было модно, интересно, дорого. И компании, которые хотели их выделиться, заказывали у нас сайты. И мы их сделали несколько десятков сайтов. С другим товарищем мы продавали компакт-диски. У нас было несколько магазинов по компакт-дискам. Это их программы, игрушки, видео, фильмы. Впоследствии я продал свою долю этих магазинов моим партнерам. Ну и затем с Николаем Тюрином мы создали компанию серии софт. Прежде всего для автоматизации наших партнеров, наших клиентов на базе программного обеспечения 1С. Мы автоматизировали несколько торговых центров, ресторанов, магазинов. Даже мы сделали внедрение автоматизированной системы 1С в банном комплексе. Это был тоже интересный период нашего становления. Ну и затем в ходе различных событий, случайностей мы познакомились с предприятиями «Газпрома». И начали для них разрабатывать, производить систему телеметрии и телемеханики для газовой отрасли. Чем мы, в принципе, продолжаем успешно заниматься и сегодня. Как вы можете описать текущую ситуацию в компании? 24 февраля очень сильно все изменило. И в России, и, мне кажется, во всем мире. То, что было до этого периода, мы оценивали с одного ракурса, с одного форм-фактора и понимание. То, что произошло после, это был шок. Это был шок для нас, для компании, лично для меня. Причем шок длился 2-3 недели. И только по завершении 2-3 недель какое-то начало приходить осознание, понимание, что же все-таки происходит, какие произошли изменения, какие появились новые точки опоры, на что опираться, от чего отталкиваться, как дальше действовать, как поддерживать наши партнерские контакты, взаимодействия с российскими клиентами, зарубежными клиентами, с нашими партнерами из Европы. Их, ну, это было очень непросто и сложно. Ну, сегодня, на мой взгляд, мы по многим сложным вопросам в тот момент преодолели эту ситуацию. Конечно, здесь благодаря всей команды сервисов и снабжению, и производству, и их активных продаж. Почему? Потому что мы почувствовали ограничения их по закупкам, по поставкам комплектующих, чипов, элементной базы. Мы почувствовали сложность поддерживать контакты с нашими клиентами. Но благодаря команде начали находить решения и возможности по обеспечению снабжения. Мы начали прорабатывать вопросы по замене запрещенных комплектующих и компонентов на аналоги, на альтернативы, на российские, на китайские, на альтернативы, которые более доступны для нас. Мы начали прорабатывать каналы взаимодействия через Армению, через Турцию. В Армении мы открыли компанию, которая помогает нам для поддержания и текущих контрактов. И, что самое интересное, это позволило посмотреть на Ближний Восток, на турецкий рынок с другого ракурса, где мы видим серьезный потенциал развития для нашей компании. Стали проявляться интересы к нашим продуктам, к нашим решениям, к нашим сервисам из стороны африканских стран. Поэтому на сегодня, на мой взгляд, мы их нащупали некоторые точки опоры, мы увидели некоторые горизонты. И сегодня мы их все увереннее и увереннее продолжаем двигаться, развивать и усиливать текущие контракты, и их открывать новые рынки. Как вы уже упомянули, сервисофт работает на разных рынках. Как, по вашему мнению, за счет чего достигается успех? На мой взгляд, успех нашей группы, компании сервисофт, ну и успех других компаний заключается в ряде факторов. Один из факторов – это команда. Это те люди, которые объединены их идеей, объединены их компетенциями, задачами, каким-то целью, мечтами создавать продукты, создавать решения, которые искренне стараются и стремятся сделать полезный продукт, полезный их сервис, полезные решения для клиентов, для партнеров. И тем самым степ-бай-степ достигают новых и новых результатов. Второй фактор, мне кажется, это продукт. На мой взгляд, продукт является одним из важнейших вставляющих успеха компании. Если продукт перспективный, потенциальный, востребованный, если он использует современнейшие технологии и позволяет решать задачи клиентов, решать задачи бизнеса, бизнес-процессов наших партнеров, наших клиентов, то, конечно, он становится востребованным, он становится конкурентоспособным, и наши клиенты готовы за него платить. Мы всегда стараемся с нашими партнерами быть намного больше, чем просто клиент и поставщик. Быть именно партнерами, которые друг друга развивают. Давайте подведем итог. В чем все-таки, по вашему мнению, заключается секрет успеха компании? В правильном управлении или в правильной команде? Это однозначно синергия этих двух факторов, потому что команда – это очень важно. Людей, которые объединены общей целью, компетенциями, желаниями, мечтой делать продукты. Людей, которые объединены драйвом, то есть людей, которые действительно с горящими глазами делают классные продукты, используют современнейшие технологии, более того, создают эти технологии и даже опережают мировые технологии в наших компаниях. Это, конечно, круто. Особенно это очень интересно смотреть, наблюдать за молодыми людьми, за студентами, за выпускниками, которые у нас работают. Люди, которые с горящими глазами готовы круглосуточно просто работать, делать невероятно классные штуки и показывать нашим клиентам. И наши конкуренты удивляются того, что мы можем делать, и мы делаем. В то же время процессы невероятно важны, потому что команда без процессов – это творчество. А бизнес – это все-таки регулярная работа, то есть это машина. Это машина создания продуктов, машина создания сервисов, машина создания оборудования и систем. На регулярной основе, и здесь, конечно же, нужны процессы. Системные процессы, автоматизированные процессы. И тогда вот эти два ключевых столпа творчества и их процессы создают успешный регулярный бизнес, который сам себя воспроизводит на каждом этапе своей работы. В последнее время стало модно уделять большое внимание корпоративной культуре. Как с этим обстоят дела в нашей компании? Мы стараемся над этим работать. У нас множество реально классных продуктов, реально классных технологий, которые мы разрабатываем, которые мы производим, предлагаем нашим партнерам, нашим клиентам. Но, к сожалению, то, что мы делаем классно и круто, мы не можем широко освещать, информировать, рассказывать большему кругу людей. Не можем, потому что не умеем. И здесь, конечно, нам надо учиться рассказывать о наших продуктах, рассказывать о том, чем мы занимаемся, рассказывать о тех решениях, которые делаем, рассказывать о тех людях, которые участвуют в создании вот этих современных технологий, наших продуктов, наших решений, которые позволяют нашим компаниям действительно серьезно расти. И здесь нам надо учиться, учиться их доносить, учиться рассказывать, учиться вот этому пиару наших продуктов. И тем самым вовлекать новых людей, новых компаний, новых партнеров и в России, и за рубежом. Как вы можете описать идеального сотрудника? Творческий, компетентен, искренен, который с горящими глазами, который драйвит, его прет, того, что он делает. Он действительно делает из раза в раз свои результаты. Он учится. Причем учится не только в профессиональной сфере, а он учится, в принципе, по жизни. Конечно, сам сотрудник должен работать и над собой, и над своим развитием. Это должно быть действительно для него по кайфу работать с тем, чем он занимается. Конечно же, со стороны компаний, со стороны процессов, организаций мы должны давать этому сотруднику раскрываться, давать ему возможность расти в самых разных сферах. Чего вы ожидаете от команды? Искренного стремления и желания достичь успеха. Достичь успеха, достичь результатов, дать пользу нашим клиентам, нашим партнерам. И вообще, чтобы идти с драйвом, делая вот эту совместную работу. Как вы видите компанию через 5-7 лет? Конечно же, мы идем к компании, к известной компании. Компании с известными востребованными продуктами. Компании, которая состоит из не одной тысячи сотрудников, которая работает на множество разных рынков мира, не только в России. Компании, которые работают на Ближнем Востоке, и в странах Азии, и в Европе, конечно же. Тоже для нас это важный рынок. В странах Африки. То есть, конечно же, наша цель – это развивающие рынки, развивающие страны. Потому что можно развиваться там, где развиваются окружения. Если развивается страна, и развиваясь вместе с этим рынком, с этой страной, можно действительно достичь больших синергетических успехов. Я вижу компанию, которая сильно успешна и в России. Которая торгуется на биржах. И на российской бирже, и на азиатских биржах. Может быть, и на европейских биржах. Компания, которая единорог. То есть, я вижу, что в наших компаниях должна оцениваться в несколько миллиардов долларов. Как и оценка компании, так и обороты нашей компании. Мы, как ваши сотрудники, тоже знаем, что вы очень увлечены обучением, посещением различных тренингов, познанием чего-то нового. И читаете вы также очень много. Расскажите, пожалуйста, какие три книги вы бы посоветовали прочитать любому человеку? Одна из книг, которая для меня, правда, действительно впала в душу, которая задела. Это было давно, это было, может быть, лет 6-7 назад. Я прочитал книгу Киосаки «Богатый папа, бедный папа». И потом, после этого я прочитал серию книг этого автора. Это действительно то, что позволяет взглянуть на финансы, на личные финансы, на личные отношения к деньгам с другой точки зрения. И меня вот это прям сильно изменило после прочтения и осознания вот этих книг. Для меня это было таким заметным поворотным событием. Рекомендую читать книги по менеджменту, по развитию навыков и умений в управлениях, по психологии, по взаимодействию с людьми. Конечно же, рекомендую читать и профессиональную литературу, каждую в своей отрасли, в своей специфике. Ну, я думаю, каждый для себя найдет много чего интересного в самых разнообразных книгах. Наша компания тесно сотрудничает с университетами. Мы стараемся привлекать к работе студентов, которые заинтересованы в работе в нашей компании. Это люди, которые пока ищут себя как в профессиональном плане, так и как личность. Что бы вы посоветовали студентам, которые на данный момент ищут работу? На мой взгляд, нужно искать. Нужно искать и себя. Нужно искать то, что нравится, то, что прет, то, что драйвит. И, что самое интересное, не всегда это статично. Сегодня, может, или на каком-то периоде жизни перейти от одного сферы работы, сферы жизни, сферы отношений. А через 5-7 лет это может откорректироваться. Мне кажется, нужно жить в удовольствиях, нужно работать в удовольствии. И только это даст обратную реакцию, обратную связь, которая тебе еще больше захлестнет вот этими результатами, вот этими удовольствиями от своих достижений. И, конечно, студенты, они люди с горящими глазами, активные, энергичные, с другой точки зрения, с другими взглядами, уже со сменой в поколениях, с другим отношением к окружению, к себе, к работе, к тому, что делают. И когда к нам приходят эти молодые люди, они, конечно, нам вносят прям ветер свежего воздуха, позволяющий нам делать вот эти классные инновационные продукты, развивать технологии, по некоторым которым даже опережаем наших мировых лидеров, мировых компаний с известными громкими именами.